Добрый день, друзья, с вами Солт, вы на канале БСГМПРО. Я вам расскажу такую маленькую предысторию о том, как я купил себе супер наушники по цене, которую я вам расскажу в конце этого видео. Наушники фирмы Гензу, модель GM571BT. Добрый день, друзья, с вами Солт. Просыпаюсь я с утра, смотрю, мои наушники порваны, разорваны в клочья, мой сынуля поиздевался над ними как только можно. В общем, опять я расстроился, остался без ушей. Что делать? Нужны новые уши. Прихожу на работу, хотел большие, с амбушюрами такие, да, зима все-таки холодно, так, чтобы тепло было. Ну и давай слушать разные уши. Послушал Razer и Kraken, ни о чем звук. Послушал Siberia V2, тоже ни о чем. Перешел на JBL, ну у них басы хорошие. Одна модель, вторая, третья, ну все, как-то все не идет, как-то ни туда, ни сюда. Вот, в общем, дошел до магазина Арена Звука. Говорю, что у меня есть там 5000 рублей, хочу себе более-менее уши, чтобы был хороший звук. Ну что-нибудь там JBL, может какая-то нормальная модель, как бы 56BT была у них. А на что мне продается, говорит, такая штука, говорит, есть вот такие наушники GINZU. Вот эти вот уши. Дает мне их, я говорю, что за шквар, ты мне предлагаешь, говорю, это же российский Китай. Ну вот, ну как-то нету вера в такие уши. Он мне говорит, послушай. Я делал, послушал, прикинул, понравилось. А теперь говорит, на тебе уши JBL за 15 тысяч рублей. И одеваю JBL, включаю музыку, снимаю JBL, отдаю ему, беру эти GINZU, плачу и убегаю. Теперь расскажу немножко про сами уши. Вот они, такие вот там. Внешне дизайновые уши один в один, как маршалы. Вот такая есть компания, уши у них очень дорогие. Реально прикольные, там понтовые кожа, рожа, все дела. Потому что классический дизайн. Получаются квадратные амбишуры, не очень большие, но уши закрывают. На правой амбишуре, на правом ухе, есть кнопочки управления. Перемотка мелодии, перекидка музыки. По интерфейсам у него разъем миниджек и микро-USB. Микро-USB, чтобы заряжаться, миниджек, чтобы можно было подключаться по проводу. А конструкция уха, к чему он подголовник уцепляется, металлическая. Не 360 градусов, даже не 180, но они вертятся принципом удобно. На голове сидят обалденно. Выглядят может быть не очень эстетично, но сидят очень обалденно. Очень мягкие амбишуры, очень хорошие. Очень мощные, крутые басы. Нереальные просто. Высокие, низкие частоты. Все, они очень громкие, очень мягкие, очень приятные, очень удобные. В комплектации к ним идет еще вот такой вот водоотталкивающий чехольчик. В чехольчик создатели этих наушников напихали проводков. Джек, а также микро-USB зарядный кабель. В дополнение ко всему закинули еще вот такой вот переходничок. Сейчас скажу грамотно, как он называется. Авиа-адаптер, который предоставляет возможность подключить собственные наушники к бортовой медиа-системе самолета. Потому что вот так вот в самолете едете, воткнули, воткнули джек-джек, слушаете, все прекрасно, смотрите фильмы. Сейчас говорят, на крутых рейсах халявное кино показывают. В комплекте еще идет инструкция по эксплуатации, вот такая толстенькая, большая, больше ничего нет. Так что такая вот минималистичная коробочка, в которой сидят неприлично, крутые уши GINZU GM571BT. Еще раз продемонстрирую. Вот такие вот они обалденные, классные, удобные, суперские наушнички. Помимо всего прочего, что они могут вот так вот передвигаться, конструкция наушников позволяет их еще вот так вот складывать, чтобы они были аккуратные, мягкие, убрать их там чехольчик. Вот таким вот образом. Оп, надавили, все. И вот они такие вот стали аккуратненько, компактные. Чехольчик убрали, спрятали и пошли гулять под дождем, они не на ногу. Теперь пройдемся по техническим характеристикам. Немножко я их почитаю с упаковки, потому что я уши выбираю себе по звуку, а не по их характеристикам. Ну, если кому-то будет интересно, я их сейчас зачитаю. Версия Bluetooth 3.0, аккумулятор 360 мА, летиполимерный. Время зарядки до 2,5 часов, до 8 часов работают от одного заряда. Диаметр динамика 40 мм. Сопротивление 32 Ом. Частотный диапазон 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность при 1 кГц 110 дБ. Что-то КНИ меньше 1% на 100 дБ. Мощность 10 мегаватт, вес 160 грамм. Ребят, почему вообще вся демагогия? Стоят они 2 тысячи рублей. 2 тысячи рублей, Карл. 2 тысячи рублей. Bluetooth, уши, офигенным громким звуком. В общем, надо их прийти, послушать и победить. Точнее, купить. Вот, я думаю, они вам понравятся. Ну, а с вами был Соло. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!